друзья привет мы с вами находимся на игре поющая душа это игра в которой вы сможете исследовать свои проявления становиться более настоящими изучать свои отклики эта игра о том как мы реагируем на внешний мир на себя эта игра о том как быть все более и более настоящим сейчас в общем по ходу вы все поймете о чем мы хотим говорить на этом курсе о том чтобы человек мог почувствовать себя и с помощью знаний полученных здесь мог передать образ свой чтобы его можно было сфотографировать чтобы на фотографии отражался именно тот человек которую которого вы чувствуете то есть наша задача сейчас будет на фотографии передать ваше идеальное ощущение я есть то состояние внутреннее которое вы хотели бы излучать в этот мир и будем сейчас делать фотографию что мы сейчас будем делать у нас модель на переднем плане будет излучать ту эмоцию которая она хочет излучать в мир а на заднем плане актер будет создавать образ тени то есть того что мешает ей в жизни излучать в мир ту эмоцию которая она хочет у нее будет фотография то есть в Причем прикол нашей фотографии, что это не просто фотография, это фотография напоминания, это фотография, на которую вы будете смотреть и вспоминать, что вы хотите излучать в этот мир, и что вам мешает излучать то, что вы хотите. Во-первых, то, что ты сейчас проявляешь, как это называется? Одним словом. Это счастье. Счастье. Так. Что мешает тебе? Бытовуха. Это то, что ты хотела бы выражать в мир, или ты случайно встала так? Это глубина. Это глубина. Ага. И что мешает тебе проявлять эту глубину? Стереотипность. Стереотипность. Встаем на задний план, мы стереотипность. Где глубина? Люди, вы понимаете? Куда и как? Я глубина, вы измените внутрь. Давайте поправим, что встало вообще. Позитив. Банально, но хочется. Позитив? Да. Ну давай, проявляй его сейчас прямо. Что мешает тебе проявлять позитив? Давление родственников. Давление родственников. А что родственники тебе говорят? Давай какие-нибудь примеры. То же самое. Пора замуж. Пора замуж. Да. Никогда не родишь. Возраст. Пора замуж. Да. Все, поехали. Играем. Пора замуж. Пора замуж. Пора замуж уже. Что ты стоишь? Позитив она излучает. Старая. Замуж тебе пора. Ты поспали на себя. Понятно? Ты старая дева уже. Пора рожать. Да, это же там. Так и будешь одинокая. Одинокая будет. Чем тебе это нужно? Ты еще одинокая. Одинокая будет. Что тебе хочется сказать или сделать? Ничего. У тебя поменялось как-то состояние? Что изменилось? Недоумение. Недоумение. По поводу чего? Почему? Чем тебе делал какой-то нет. А что, недостойно? Ты думаешь, что ты недостойна любви? Нет. А ты хотела бы быть достойной любви? Конечно. Да? Давай я тебе предлагаю вот это в мир поизлучать. Что ты достойна любви. Можно обнять ее? Да, конечно. Можно делать все, что угодно. Кроме битья. Пока. Ужас такой вообще. Да что за кошмар вообще? Посмотри на себя. Что? Посмотри на себя. В кого ты превратилась вообще? Ужас. Невозможно любить такое. Что это? Что это за беспорядок? Чудовище просто. Чудовище. Невозможно тебя любить. Ужас, летящий на крыльях ночи. Ты всегда будешь одна. Что чувствуешь к маме? Благодарность. Неправда. Правда. Различие было правдивее. Ну как безразличия? Ну смотри на себя. Смотри. Давай. Прости меня. Я сыграю у тебя еще. Прости меня. Миша, что ты чувствуешь к маме? Прости. Я не вижу, что ты чувствуешь к маме. Благодарность. Хочу подарить ей красоту. Я у нее правда очень благодарен. Маме просто пипец как. Пипец. Прям так благодарен. Ну охренеть. Мам, если ты там видишь меня отсюда, ты же болеть хотела быть. Вот сейчас ты как в театре, посмотри на нас, порадуйся за меня и пусть здесь ты с нами мысленно будешь. Ладно? Ты же меня не пустила ни в актрисы, ни в педагоги, ни в врачи. Пойдешь торговлю, зарабатывай, не все мило. Девочка моя. А я вам всем... С 12 этапов, каждый он вот такой вот, ну... Вскрывающий. Каждый вскрывающий, да. И эти 12 этапов позволяют по-настоящему пересобрать свою душу и узнать, из чего вы состоите. Ну, конечно, идти на этот курс имеет смысл только с готовностью действительно работать над собой. Поэтому, кто хочет все 12 этапов пройти и по-настоящему вот все вот эти глубинные вещи... Видите, мы очень много в себе как бы закрыли, очень много от себя отринули. И это по-настоящему мешает нам проявиться, вот быть теми, кем мы могли бы по-настоящему.